Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак 2, Убийца Королей, в прошлой серии мы занимались всякой ерундой, короче, обошли немножко карту, поболтались с любителем перьев, ну да ладно. И кстати, мы заполучили знамя Бурой Хоруби, это по-моему довольно хорошо. Нам остался еще один предмет, предмет этот непростой, к сожалению, это символ ненависти, это меч одного из полководцев, и насколько я знаю, он находится у Саски, и Саски обольна, поэтому нам придется ее для начала вылечить. Ой, еще один. Впусти одного человека, гля, за ним уже сотня приползла. Как муравьи. Таким, как он, что война. Человечья баба едва к мужику посядет, так у нее уже брюхо вздувается. Чакс. Так, ну ты мне все рассказал или нет? Чем могу... Ну, вроде все. Ну, приходи еще. Ладно, че. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Давайте-ка продадимся перед этим, потому что у меня там куча всякого говна в инвентаре. А, блин, забыл продаться. Потом пойдем искать Сесиля. Так, ну вроде как все. Где тут у нас указывают на... Так, блин, они, наверное, вечером все в таверне будут сидеть. Че это я? А, ну да-да, ближе к полудню давайте. Найду сейчас этого Сесиля и еще раз его расспрошу. Это вообще что за ведьмак такой? Бродит по свету. А, нет. Не Сесиль, Скалин. Мне нужно найти место, насыщенное магией или как-то свет... Дай подумаю. В лесу за Вергеном жил когда-то чародей Верфан. Он призывал элементарий. Говорят, это его зверюги подкопали нам южную стену. Ну а если и в Каменюках днем с огнем... А чего у него... Сесиль твой опекун? Самый смерть моих родителей. Что случилось с твоими родителями? Их убили в очередном погроме при Димовенде. Понятно. Не хочу об этом говорить. Прости. Так, в шахте теперь безопасно. Теперь шахта безопасна. Уже... Ясное дело. Сразу после битвы начнем добычу. Такие залежи попусту лежат. Дядюшка говорит, Верген быстро на ноги подымется. Золтан предлагает совместные дельцы устроить. Он будет вроде как распорядителем, а дядюшка самым главным. Осталось только вот город отстоять. Ну да. А что ты будешь делать, если дойдет до битвы? Сражаться. В первых рядах буду драться. Дядюшка разрешил. Я взрослый уже. Наберем пару каидвинских задниц. Это правильно. А не боишься? А чего бояться-то? Дядюшка говорит, я сдюжу. А Ярпин меня топором махать подучил. Снесу башку другую, ну а потом в корчму обмывать. Хотя знаешь, давай-ка мы попробуем тебя убедить. В битве всякое бывает. Тем более в первый раз. Придется других убивать, самому защищаться. Крови будет много. Ты и к этому готов? Ты чего думаешь? Я приведу крови в обморок хлопнуть. Как придворная барышня. Ладно-ладно. Потому как мутант. Джекс. Чародеи его заколдовали. Молодым еще. Нужен мне, конечно, еще один. Трактирщик. Скаллен. А сам Сесиль-то. Где? Давайте-ка наверх поднимемся. Может, я где-то тут встречу. Судя по всему, нет. Скаллен и Трактирщик. Ни черта тут нету. Ну ладно, че. Пойдемте искать Сесиля. Хоть я и не помню, где он. Вот гляжу я на этого ведьмака и думаю. Есть в нем что-то необычное. Он есть. Что-то необычное. Это ты, конечно, сказанул. Учитывая то, что у него глаза как у... Не знаю. Кошки, наверное. И нечеловеческие рефлексы. Да, в нем есть что-то необычное. Тут ты прав. Как мне туда попасть? Вроде так. Ладно, давайте попробуем. Это последнее, где я могу еще поспрашивать. Если тут мне не скажут, то я уже прям не знаю, куда идти. Здорово, Сесиль. Нужна помощь, Сесиль. Филиппо может приготовить противоядие. Но для него необходим магический предмет. А, цветок папоротника или пляшущая мандовушка? Я в магии не разбираюсь. Но есть у нас одно место. Сколько себя помню, оно всегда притягивало чародеев. Они говорили, что там сильные интерсекции. Или что-то вроде того. Там это где? В лесу, за Вергеном. Погуляй по развалинам. Это место силы. Думаю, ты его не пропустишь. Эй, что ты как в воду опущенный? Саски крепкой, девка. Вылезет. Выше голову. Спасибо, староста. Нет, ведьмак. Это тебе спасибо. Спасая эту девушку, ты спасаешь мой город. Сесиль, ты знаешь кого-нибудь, кто участвовал в войне три года назад? Я сам, к примеру. Ты дрался под Вергеном? Ага. Филиппа говорила, что ты можешь рассказать о самой битве. Этот козёл Хенсель думал, что Айдирн – сборище убогих. Что мы наложим в штаны, едва его войска перейдут через реку. Ну, зачем он напал на Айдирн? Для Хенсельта Верхний Айдирн – это исконные территории Каэдвенской короны, которые должны воссоединиться с отчими землями. Тьфу! Борзый прыщ! Этот борзый прыщ в чём-то прав. Если почитаешь хроники, то узнаешь, что 300 лет назад эта земля действительно принадлежала Каэдвену. Виллами по бабушке надвое писано. А 700 лет назад тут жили грёбаные эльфы. А миллион лет назад какие-нибудь драконы. Если так посмотреть, каждый король может припереться с армией к соседу и сказать, что имеет на это полное право, потому как какой-то его предок навалил здесь кучу. Ладно. Хенсельт решил захватить Верхний Айдирн. Что дальше? Объяснил. И нет им ети покоя, даже после смерти. Я хочу им помочь. Но для этого мне нужно знать, как проходила битва. Ну, раз помочь, тогда слушай. День был погожий. Вандергрифт атаковал после полудня. Первой шла бурая хоруквь. Много наших со страху обосрались, как знамя увидали. Но и мы припасли им подарочек. Ночью насыпали огневые валы, а лучники в нужный момент их подожгли. До сих пор не верится, что мы обвели вокруг пальца ихние разъезды. Если б не эта хитрость, мы б с тобой сейчас не разговаривали. Да и не было б никакого Верхнего Айдирна, наверное. Здорово мы потрепали бурую хоруквь. Но это было только начало. Нас вел Зельткирк. Всюду, где он появлялся, каидвинцы отдавали поле. Как глянешь на его доспехи, аж сердце сжималось. И тогда в бой вступил сам Вандергрифт, домоправитель. Он с наемниками прорвал наши ряды. Они встретились с Зельткирком на середине поля. И Вандергрифт Зельткирка зарубил. Да, печально. Это была смерть. Наши тут же бросились в рассыпную. Я думал, что это конец. И тут небо обрушилось. Целиком. Будто сами звезды решили отомстить за смерть Великого Рыцаря. Все поле залило огнем. Бой прекратился. Все бросились спасать свои шкуры. Да. И не было уже ни врагов, ни друзей. Были только живые и мертвые. Говорят, это все из-за каидвинской чародейки, которая хотела отомстить Вандергрифту. Видно, есть в этом доля правды. Потому сразу после боя Хенсельта ее казнил. Понятно. Ты видел поединок Зельткирка и Вандергрифта? Я недалеко от них стоял. В жизни не видал такого поединка. И верно, никогда уже не увижу. Они прежде сходились на рыцарском турнире в Артхарайге. Там Зельткирк победил. Навешал домоправителю так, что тот даже меч поломал. Другого такого рыцаря, как Зельткирк, уже не будет. Вандергрифт-то, говорят, после этого турнира так разобиделся, что повесил кузнеца, который ему меч ковал. А потом заказал какой-то особый. У чародея. Ну и верно, и этим новым-то клинком Зельткирка и зарубил. Ну да. Вандергрифт мертв. Ты знаешь, что стало с его мечом? Знаю, а как же. Он усаский. Вот хорошо. Только ее рука может укротить ту ненависть, что заключена в его клинке. А после битвы, когда пламя угасло, повылезли кладбищенские гиены. Растащили все. А хуже всего, что во всем Айдирне не осталось никакой памяти по Зельткирку. Брат его плетет, мол, у него перчатки есть. Но верно брешет. Вы отбили знамя Бурой Хоругви? Бурые – лучший отряд Хенсельта. Но ни одна собака от нас не ушла. Домоправитель отправил их на верную смерть и даже подкрепление не прислал. Он был чудовище в людском обличье. Солдаты из Бурой забияки были. Много наших намолотили, но на каждого Бурова приходилось по семь наших. Так что у них не было шансов. Мы похоронили то, что от них осталось в склепах за Вергеном. И знамя их не там же лежит. Врагов, даже мертвых, надо уважать. Мне понадобится это знамя. Спасибо, Сесиль. Ты очень мне помог. Думаю, я знаю, что мне нужно, чтобы снять проклятие. Госпожа Эльхард говорила, что нужны четыре артефакта. Знамя символизирует смерть. Меч Вандергрифт и Домоправителя ненависть. А вот остальные... Остальными займется Филиппа. Я думаю, она знает, где их искать. Хорошо, как бы так. Хорошо, теперь мы узнали хотя бы, где, собственно, лежит первое. Это меч. Второе. Это... Чёртов маг. Не, надо сюда. Тебе недавно не заказывали кубок? Мне, бывает, заказывают посуду. А в чём, собственно, дело? Кубок для Саски. Твоя работа? Это паскудное ведро? Не оскорбляй меня. Того, кто его сделал, надо высечь на конюшне. Надеюсь, в следующий раз Саски закажет посуду у меня. Если она когда-нибудь ещё что-нибудь закажет. Ясно. Чё продаёшь-то? Вау. Короткий меч Айдирна. А, ну понятно. Ничего особенного. И вот, блин, рунок бы купить, но бабла, к сожалению, не много. Ладно. Чёрт с ним. Погнали отсюда. Дай-ка я тебе... Да скажу про конорейку. Не надо. Так, а где тут переход-то? По-моему, там где-то. По-моему, это на стену надо подниматься. Ладно, погнали туда. Здорово, блин. Всё, конечно, поменялось. Но, я не знаю. Мне больше, например, нравится именно первая часть. Не знаю. Либо я просто к ней привык. Либо она мне больше просто нравится, потому что я её перво играл. Ну... Не знаю. Вторая часть, конечно, ушла вперёд. В плане техники, в плане вообще размера мира, в плане сюжета и вариативности, что самое интересное. Во второй части больше именно вариантов развития событий от вашего решения зависит довольно много. Ты веришь, что это и красавица? Ну да ладно. Я надеюсь, третья часть в плане сюжета не подведёт. Не будет, так как с Assassin's Creed Revelations... Ну да ладно. Некоторым людям даже понравилось ещё. Для меня это, в принципе, худшая игра в серии. Так. Куда мне показывает-то? Ага, вот это место силы, да? Хорошо. Пошли туда. 60 перьев в гарпии. Это охереть. Вроде всех порубил. Нифига тут нету. О. Я прошёл сквозь дерево. Здорово. И вот именно вот таких вот, блин, мелких недоработок просто до хрена. И меня так бесит. Как тут подняться? Никак? Блин. Теперь ещё буду искать, наверное, полчаса, как туда вылезти. Может, как-то седой. М-м-м-м-м-да. А ты ж, я сюда уже ходил. Ладно. Давайте ещё пройдёмся, посмотрим. А-а-а-а-а! Что за хрень? Я бегаю просто кругами В этом есть вообще какой-то смысл? Ладно, давайте найду, тогда включусь Вот она, по-моему, эта тропинка, блин Ну да, похоже на то Как это все не очевидно? Ну ладно Похер Давай уже прыгай, ну Давай, давай, давай Красавчик Это все Вот и здорово Блин, ну 60 перьев Гарпий, это перебор Война Нормально. Это было не сложно. Но 60 перьев это перебор. Но вроде всё. Какие-то цветы тут растут. Когти. Когти, кожа. Видите, всё завалено. А спуска быстрого нету отсюда? Ну, вроде как нет. Да не маши ты этим мечом. Прыгай. Ладно, хорошо. С магией разобрались. Теперь мы можем вылечить как раз-таки Саскию и завершить один из самых важных квестов на этой земле. Один из, повторюсь, потому что самый важный, по моему мнению, это всё-таки проклятие. Такс. Такс. Филиппа. Я там посмотрел, кстати, в рецептах. Мне ещё не хватает крепкого сукна. Ну как? Всё обдумал. Посмотри, что у меня... Эм... Эм... Да, покажи, что продаёшь. И мне интересно конкретно... У тебя нету ни сукна, ни крепкого сукна вообще ни хера. Печально. Ладно, Филиппа, я пришёл. Ты хотел поговорить? Ага. Я нашёл один ингредиент для Саскии. Покажи. Па! Интересно. Почти то, что нужно, но... Это всё равно, как если бы я послала тебя принести солнце, а ты раздобыл свечку. Нужно что-то могущественное. Это сон какого-то краснолюда, украденный и заключённый в кристалл. Он бы подошёл, будь он посильнее. Значит, что в окрестностях есть не только обычные гарпии, но и Келайно. Кто? Ммм... Похитительницы снов. Единственный вид гарпий, который развил нечто вроде интеллекта. Они умеют зачаровывать чужие сны в горном хрустале. Насколько я знаю, раньше они водились в этом регионе. Келайно живут среди обычных гарпий. Думаю, в их логове полно зачарованных снов. В том числе и очень сильных. К гарпием можно попасть только через каменоломни. Но ворота туда заперты, и Сесиль Бурдон не хочет их открывать. Я уже спрашивала. Староста упрям, как осёл. Да ладно, я разберусь. Разберусь. Саский висит на волоске. Я дам тебе почувствовать мечты, заключённые в этом сне. Не спеши с выводами. Да, я понял. А чей это сон? Сесилия Бурдона. Попробую его убедить открыть ворота. Это хорошо. Хм. У меня есть на него компромат. Значит, не пойдёшь со мной. Небось порнушку по ночам смотрят. Этого я не говорил. Дай ещё подумаю. Ща мы его убедим. Не вопрос. Открывай. Мне нужно попасть в гнездо Гарпий. Даже не думай. Не понял. Я достаточно знаю о них. Они крадут и собирают сны. Я нашёл один, но он оказался слишком слабым. Нужно найти что-то посильнее. Очень тебя прошу, открой эти чёртовы ворота. Послушай, ведьмак. Я очень хочу, чтобы Саски выздоровела, но я не могу превращать город в парк аттракционов прямо перед битвой с Хельсельтом. Эти ворота закрыл мой дед. И у него были на то причины. Только представь себе, что любой сможет посмотреть чужие сны. Скайтаэли, айдирнские дворяне, крестьяне, краснолюды. Каждый узнает, что снится другим. Это же сущий кошмар. Больше того, есть легенда, что самые старые сны могут стать реальностью. А я не хочу, чтобы ночью по закоулкам Вергена слонялись кошмары. Открой, я всё быстро сделаю. Ты ведёшь себя, как пьяный воздыхатель. Я сказал нет, значит нет. Знаешь, не хотел я этого говорить, но сон, который я нашёл, принадлежит тебе. Да ладно. Ну-ка, ну-ка. Могу представить, как всё это будет неприятно. В твоём случае дело вообще политическое. Народ скажет, что ты больной. Ты же староста, хранитель устоев и традиций. А сейчас, кроме всего прочего, готовишь город к обороне. Ты не посмеешь. Ты сомневаешься? Бородатые лики твоих предков высечены в камне. Даже они будут смотреть на тебя с осуждением. Может, должность ты и удержишь, но посмеши с чем станешь, это наверняка. А твой племянник – бедный парень. Я открою ворота. Я поклялся матери Скалина, что до конца жизни буду трезв, как свинья. И сдержу обещания. Срал я на разговоры, но ты прав. Ослаблять мораль в Вергине нельзя. Поэтому держи эту тайну при себе. Чтоб ни одна живая душа о ней не узнала. Ты меня понял? Да. Да. Спасибо тебе, староста. И удачи в борьбе за трезвость. Хорошо, погнали за артефактами. Борьба за трезвость, да? Я думал, будет что-то поинтересней, но да ладно. Так, а тут я смогу спуститься или нет? Да, смогу, почему бы и нет. Вот тебе и покой, вот тебе и мир. Так. Ага, а мне на ворота нужно. Белки, чародейки. Армия с бабой поглотится. Не нойте там, ё-моё. Вы в городе, который буквально под осадой. Сейчас кому-кому, а вам ныть. Это последнее дело. Так, кстати, ты. Крепкое сукно или просто сукно? Есть. Только руны. Значит, придётся у него покупать. Такс. У тебя есть? Кстати, прическа. Распущенные волосы. Краснолюдскую косичку. Давай-ка распущенные. 40. Эээ, ладно. Ну, я понял, что за капюшоном нихера не видно, но... Сейчас посмотрим. Ну вот, что-то такое в стиле первой части. Нормально. От парней Йорбита, что ли? Ко мне вот тоже подходили. И вот, вот этого парня. Сейчас вам покажу, что мне ещё не хватает для... Этого... Драуга. Доспеха. Видите, ещё 10 штук. Крепкого сукна не хватает, блин. Ммм... Креплённая кожа. Крепкий серебряный. Вот, крепкое сукно. И нужно мне просто сукно. Которого у меня почти нет. И как? Я думал, у меня в подвале Василиск завёлся. А это моя старуха в угольный ларь полезла. Блин, ах ты ж продаётся. Здравствуй. Наши лам. Хер бы с вами. Я думаю... Насобираем. В любом случае насобираем. Потому что... Этот доспех я крафтил. А это лучший доспех, насколько я знаю. Метальон срабатывает, когда я там прохожу. Ну, мне ж на выход идти надо другого-то. Хода вроде бы нет. Угу. 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 По-моему, это туда вниз. Там, где я первый раз перья искал. Такс, такс, такс. Ну же. Интересно, ну собираю я 60 перьев или нет? Потому что 60 перьев это довольно дохера. У меня там 27, по-моему. Ну да ладно. Угу. О. Так вы заспаунились что ли? Угу. Угу. Хм. Быстро вы рассыпались. Тикс. Оп, оп. Еще летит. Не мешай. Это вот серьезным делом. Сейчас занимаюсь. Здесь, тут нихера. Тюс. 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 Давайте, летите сюда. Ещё Блин, а чё у вас так дохрена? А, то я могу просто подождать Какое-то время и вас тут фармить Интаген, Дратва С них очень хорошо Дратва падает, кстати Которая мне для крафта всего нужна И сукнул Периодически падает Вообще здравая тема Так Перья, Дратва Занимаюсь всяким собирательством Ну да ладно Тем более, что это по делу Ну, надо Так Ещё перья, ещё Дратва О Трофей Гарбия Чё-то на прокола там Сейчас давайте посмотрим Чё за трофей Четыре плюс к броне Нет, спасибо Ну Да ладно Всё Диджей Вырубай музыку Кончилось всё уже Ну Давайте ещё Кожу заберём Блин Ну так инвентарь Забивается Блин Надо переставать Брать всякое дерьмо А, да Теперь у меня ключ К этому всему делу Есть Так Может теперь И в сундук Я смогу заглянуть Ну, раз такое дело Ха Нужен ключ Предсказуемо Ладно Пойдём вперёд На гарпий Хорошо Какие ж вы уродливые Ой, подожди А чё это я сукно не беру Так Нельзя пропускать Такие важные штуки Ну давай Подбирай Нормально С них и перьев И сукна падали Кожаные доспехи Да сомневаюсь Что они мне нужны Тем более Учитывая ещё то Что у меня места Почти нет Ого Так Ещё пара жертв Субтитры Зарубал. Так, сворены. Тут только перья, к сожалению. А, блин. Че приходили? Так, а я забрал сон отсюда. Ну, вроде да. О, три пера, две драты. Не, я думаю, я насобираю. Че, давайте посмотрим, сколько у меня вещь для задания. Но это слабенько. Мне нужно... Да, блин, давайте во всем смотрим. Че вы что? Перья. Во. О, я уже 76 насобирал. Поэтому на обратной дороге надо не забыть отдать их. Блин, идиот, ну ладно. Хер с ним. Взял все, так взял все. Давайте на выход. Ну, вот это бесит. Перемена боя и... Этот режим, короче, он довольно каличный. Ты не можешь ни прыгать, ни чё. Хотя, учитывая то, что... Стохни ты уже, мразь, ну. Хотя, учитывая то, что тут всё на одну кнопку, то это даже довольно-таки удобно. Потому что, если бы я начал спрыгивать там куда-то во время боя, это бы было плохо. О, такую каменюку мы уже видели, кстати. О! Не понял. Вот голова короля. Отнесёшь её Шиале, знаешь куда. Она тебе даст деньги и скажет, что делать дальше. Тяжёлая. Что мне, через лес с ней идти? Как мне меч вынимать? Пойдёшь без оружия, в обычной одежде. Постарайся, чтобы тебя никто не видел. А если кто спросит, скажи, несёшь ведьме... Хе-хе-хе-хе, колбасу. Так башку ж за мейлю видать. И уксусом воняет. Надо бы мешок найти. Иди, не скули. Жалко время терять. Угу, голова Димовенда. Довольно сильный сон. Угу, голова Димовенда. Угу, голова Димовенда. Вот мразину. Не знаю, зачем я уже собираю перья, а вдруг пригодятся. Если что, продам или выкину. Какая разница. А я тут могу посмотреть только... А вот это тут. Украденный сон. Эльфа. Ни хера не понял, че он там сказал на своем эльфийском. Ну да ладно. А че это сон? Блин. Ну все? Тут же я больше ничего поднять не буду. А лезли наверх. Нормально. Вот тут какой-то лежит товарищ. Кайдвенский, кстати. Наряд у него. Нормально. 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 Этот сон. Ну... Давай, лети сюда. Не, не хочет, смотри. Нормально. 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 Вот этот спаун. Вот этот спаун абсолютно идиотский. Это тоже уже начинает раздражать. Ну да ладно. Сколько я там достаточно снов насобирал? Ну то есть хотя бы один сильный там есть. Давай этот посмотрим. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Убогие. Они все ближе. И меня не догнать. В мастерскую. Там они не найдут. Через мой труп, суки, дети. Вам не разгадать секретов мастера Балтимора. Еще капельку. Это что такое было? Балтимор. Интересно, кто его догнал и за что его убили. Красиво ж ты госпожа, как эльфка. Поди же добрый молодец, покувыркаемся. Вот это да. А ведь хотел в кости поиграть. Их тоже зови, будет забава. В соске проститутка? Хм. Интересно. Ага. Крестьянин. Ну давай последний посмотрим. Это сон дракона? Ух ты. Круто. Я думаю сон дракона ей подойдет. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Всем спасибо, дорогие друзья. Пожалуй на этом мы закончим сегодняшнюю серию. Только прокачаюсь перед этим. Такс. Шанс критического удара Давайте прокачаем Ну вот На этом пожалуй все Всем спасибо за просмотр еще раз Всем пока, до новых видео